Здравствуйте! В эфире события. В студии Андрей Тройс. Смотрите в выпуске. Снегу бой! На совещании в мэрии главам управляющих компаний еще раз напомнили – не расслабляться. Праздник в щепке. Новогодние ели пустят на опилки. История, которая могла плохо закончиться. Восьмилетний мальчик сел не в ту электричку. Что грозит его родителям? Знай наших! Самарский спектакль откроет фестиваль «Золотая маска». Стильные люди. В художественном музее покажут, как одевались Лиля Брик, Маяковский и другие модники 20 века. Война со снегом. В Самаре откроется дополнительный полигон для складирования снега в поселке Зубчининовка. Площадка рассчитана на приемку 150 тысяч тонн осадков. В два раза больше нормы. Столько снега выпало в городе этой зимой. Больше 8 миллионов квадратных метров дорог и почти 2 миллиона квадратных метров тротуаров круглосуточно очищают муниципальные службы. Насколько эффективно организована уборка, об этом сегодня говорили в мэрии на совместном совещании с участием прокуратуры, глав районов и представителей управляющих компаний. Сюжет Марины Кравцовой. Ежедневно на уборку Самар выходит 120 снегоуборочных машин. В ночь в два раза больше. Но и это не предел. В дни сильных снегопадов спецтехнику готовы предоставить городские предприятия. Количество снега этой зимой в Самаре превысило норму в два раза. Коммунальные службы каждый день вывозят около 12 тысяч тонн снега. По итогам января сумма выпущих осадков составила 175 процентов от нормы. Работа всех дорожных служб организована на должном уровне. Все замечания, которые поступают от органов ГИБДД и надзорных органов, отрабатываются в оперативном порядке. Глава Самара Олег Фурсов напоминает подчиненным. Нельзя сбавлять темпы. Еще раз посмотрите, проговорите с заместителями директоров, которые отвечают за хозчасть, чтобы по сигналам техника была предоставлена. И у нас сложилась такая очень хорошая традиция, когда руководители выезжают в 4 в пол пятого утра и сами проверяют и выход техники, и выход людей, и работу. Значит, мы все с вами это должны сохранить до момента наступления весны. Повышенное внимание о очистке крыш от снега и наледи, что особенно актуально сейчас, когда гидромедцентр обещает оттепель. На совещании глава города еще раз напоминает руководителям управляющих компаний о том, как важно максимально очистить все скатные кровли. И особое внимание тем крышам, что выходят на тротуары. Очень формально ограничиваются опасные зоны. Очень формально. Значит, здесь речь идет о здоровье людей, об их безопасности. Прошу вот и административные комиссии, и глав районных администраций взять свой контроль. Еще один злободневный вопрос – брошенные автомобили, которые мешают уборке. На улицах города эту проблему уже решили, установив знаки, запрещающие парковку по определенным дням недели. Такие знаки продолжат устанавливать и на других дорогах Самары. Автовладельцев просят проявить внимание и не оставлять ночью машины на обочинах. Тогда и дороги будут чистыми, и из сугробов выкапывать автомобиль не придется. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. В Самарские дворы на проверку ежедневно выезжает городская административно-техническая инспекция. Не везде управляющие компании работают на 100%. За два зимних месяца коммунальные конторы получили почти 600 протоколов об административных правонарушениях. Но есть и положительные примеры. Так отметили качественную работу по уборке снега компании ЖКС. Дворники и техника, которые работали даже в праздники. Управляющая компания обслуживает дома в четырех районах города. На ее вооружении 20 машин, оборудованных для зимней уборки, тракторы со спецоборудованием и погрузчики. Работают 450 дворников. Есть и мобильные бригады. Сформированы бригады кровельщиков, которые прошли спецобучение и инструктаж по технике безопасности. В период снегопадов рабочая техника выводится на территорию с 4.00 и работает до конца светового времени, независимо от дня недели. При снегопаде в первую очередь дворники расчищают выходы из подъездов, отмостку, домов, тротуаров. При механизированной уборке сначала пробивается колея на внутриквартовых проездах, затем идет уже разработка по расширению проездов. Метель, которая обрушилась сегодня на Самару, спровоцировала сразу несколько аварий с участием автобусов. Первое ДТП произошло в полдень на проспекте Ленина. Пассажирский автобус 47 маршрута догнал автобус двойку. У последней выбито заднее стекло, осколки попали в пассажирский салон. У 47 помята передняя часть. Сведения о пострадавших отсутствуют. Автобусы перекрыли практически всю проезжую часть. Вторая авария случилась после обеда на пересечении улиц Киевская и Московского шоссе. Автобус 41 маршрута занесло во время торможения и он врезался в остановку. Тихонечко ехала, притомаживала на остановку и понесло, развернула автобус. Понесло на остановку. Ну, никто не пострадал. Одной женщине немножко ногу придавило. Ну, нормально она ходит все. От пассажира у меня никто не пострадал. А закончиться все могло не так хорошо. Сегодня в районе трех часов дня сотрудники линейного управления МВД на транспорте обнаружили на платформе железнодорожного вокзала плачущего мальчика. Полицейским восьмилетний Мамаджон смог назвать лишь свое имя и станцию, откуда он недавно уехал. Выяснилось, ребенок учится во втором классе в школе поселка Толевой. Через нее нашли и номер телефона родителей. Через некоторое время за юным путешественником приехала мама. Девушка рассказала, из школы ребенок возвращается с одноклассником на электричке, но сегодня поехал один, растерялся и сел в другой поезд. Несмотря на счастливый финал, родители теперь привлекут к административной ответственности и поставят на учет. Мы сообщим инспектору по месту жительства, чтобы пронаблюдали эту семью. Будем беседовать в школе. Если понадобится, направим в отдел семьи, к психологу. То есть, естественно, с такой семьей будут работать. А вот для героев нашего следующего сюжета «Дорога домой» закончилась благополучно. С этого года получить российский паспорт в упрощенном порядке могут студенты, которые являются гражданами других стран, но учатся и живут в России. Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению людей, оказавшихся после распада СССР за пределами нашей страны, еще три года назад стала бессрочной. Только в прошлом году в Самарской области ею воспользовалось 5000 человек. «Долог ли путь на родину?» узнавала Марина Кравцова. Российский паспорт Олег и Надежда Наумовы держат в руках с особым трепетом. Начинается новая жизнь. В Самару молодая семья приехала из Днепропетровска. Возвращались на родину предков, делится Олег. Его бабушка из Тула, дед из Курска. Но Наумовы выбрали Самару по велению души. Мы много городов смотрели, нам понравилась природа, люди, отзывы, сама обстановка. И решили, что у нас никого нет в Самарской области, поэтому мы как бы с нуля начинаем. Если уже захотел, нужно обязательно идти к своей цели. Все получится, как у нас. Работу уже нашли. Олег – технолог на заводе. Надежда – менеджер по продажам. Гражданство оформили за три месяца по программе содействия переселению соотечественников. В прошлом году в Самарскую область переехали почти пять тысяч граждан других государств, семьи которых когда-то жили в России. Едут в основном из Украины, стран ближнего зарубежья, хотя были заявки из Израиля, Греции, Индии, США. Почти все с высшим образованием. Учителя, очень много врачей, младшего медицинского персонала, экономистов, бухгалтеров, юристов. Все такие достаточно профессии востребованы именно с самарского ноги труда. Потому что не составляет сложности найти работу. И желание, самое главное, есть у соотечественников – работать. Работать на благо уже нашего региона. С этого года получить гражданство по упрощенной схеме смогут и студенты, и соотечественники, и граждане других государств, которые учатся на третьем курсе в самарских вузах и колледжах и хотят остаться в Самаре, жить и работать. Марина Кравцова, Сергей Баскин, События. Полувековой юбилей улицы Старозагора будут отмечать до начала осени. Название улицы связано с болгарским городом-побратимом Самары. Дружба с болгарским городом началась еще во времена русско-турецкой войны 70-х годов XIX века. Самарское знамя стало исторической реликвией болгарского народа. Оно было награждено высшим военным орденом Болгарии за храбрость, хранится в Софийском музее и является настоящей святыней, как символ славянского братства. В юбилейный год в Самаре запланированы многочисленные мероприятия, посвященные улице Старозагора. Нет смысла все это повторять, вы знаете. И для нас это очень важное мероприятие. Оно может стать важным даже и с точки зрения международных отношений, потому что речь идет о народной дипломатии между двумя странами – Болгарии и России. А вы уже выбросили елку? Нет? Тогда они идут к вам. Коммунальщики нашли эффективный способ утилизации новогодних деревьев. В одном КАМАЗе они могут вывезти сразу 100 елок. Каким образом? Знает Марина Матвеевшина. Они рождены, чтоб елки сделать пылью. Деревья с честью и достоинством отслужившие новогодние праздники дробят, щепки летят. Прежде чем пропустить ель через дробилку, ее нужно подготовить. И это уже ручная работа. Дробление деревьев – самый эффективный способ их утилизации. Это значительно сокращает силы и время рабочих. Так, в один КАМАЗ помещается не 20 полноценных елей, а сотни измельченных. При этом опилки – это не бесполезный мусор, а ценное удобрение. Приходят жители, конечно, просят, что когда у вас будет где дробилка. Соответственно, они приходят с мешками, собирают дробилку. На даче, да, это тоже очень актуально. Если кому жителям надо, мы никогда не отказываем. Потому что, если им это нужно удобрение, то ради бога. Коммунальщики будут дробить елки, пока мусорные контейнеры не опустеют. Деревья с остатками новогодними шуры, говорят рабочие, первые вестники весны. А вообще народная примета «выбросил елку, жди потепление» уходит своими корнями еще в языческие поверья. 30 января по языческому поверью день мороза и снегурочки. Он символизировал окончание зимы. Ведь не с горами широкая масленица. А от новогодних праздников остались щепки да опилки. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Для предпринимателей Самарской области наступили налоговые каникулы. По новому закону бизнесмены, открывшие свое дело после 1 января этого года, в течение двух лет могут не платить налоги от основной деятельности. Такие льготы предусмотрены не для всех. В основном это касается социальной и научной деятельности, сферы обслуживания и производства. К тому же, чтобы не платить налоги, годовая выручка должна быть не более 8 миллионов рублей, а количество сотрудников не более 5 человек. А вот за недвижимость предпринимателям придется платить больше. Теперь налог рассчитывают исходя из кадастровой стоимости помещения, а она выше инвентарной, по которой считали раньше. Хотя и здесь есть нюансы. Если сумму налога предпринимателей сочтут завышенной, они смогут это оспорить. Поддержать малый бизнес должно еще одно нововведение – мораторий на плановой проверке. Теперь по заявлению предпринимателя надзорные органы на три года вычеркнут его из очереди на проверку. Это проверка пожарного надзора, проверка экологического надзора. На сайте прокуратуры Самарской области регулярно размещается информация ежегодно, то есть до начала текущего года размещается информация о том, какие юридические лица попадают или индивидуальные предприниматели попадают в план проверок. От налогов к экономике. Не знаю, кто, что и где и кому сказал, но нефть продолжает расти, а следом за ней растет и рубль. Американская валюта подешевела более чем на 2 рубля. На выходные Центробанк установил курс доллара США на отметке 75 рублей 17 копеек, курс евро – 81 рубль 90 копеек. На бирже в пятницу вечером рубль корректировался вниз, но незначительно. А вот нефть продолжала расти. За баррель Brent давали 35 долларов 17 центов. Золото стоит 2689 рублей за грамм, серебро стоит 32 рубля 82 копейки за грамм. Центробанк оставил ключевую ставку без изменений. Она составляет 11%. Регулятор опасается резкого провала рубля. А вот банки страдают из-за просроченных кредитов, объем которых превысил 1 триллион рублей. Кстати, на эту тему ходит слух о списании кредитов из-за кризиса. Банки, кстати, не обеднеют. ЧП лучше предотвратить, чем потом бороться с его последствиями. О снижении травматизма на производстве говорили на конференции по вопросам охраны труда. Ее участники – руководители самарских школ, лицеев и колледжей. Представители Фонда социального страхования рассказали и о новых возможностях, которые есть у работодателей. К примеру, они могут вернуть 20% от отчислений, которые они тратят на охрану труда. Сейчас этим пользуются немногие. Конференция проводится по инициативе городской администрации в рамках 6-й межрегиональной выставки «Образование, наука, бизнес». Это только начало большой работы в планах провести такие семинары для представителей крупных предприятий города. Наша задача, задача администрации городского округа Самара, чтобы в конечном итоге поднять уровень работы службы охраны труда, а в соответствии с государственными требованиями охраны труда, весь уровень работ на тот уровень, который бы обеспечивал максимально приблизить его к безаварийному, к бестравмирующему, с последствиями травмирующему для работника. То есть к безопасным условиям труда. А теперь коротко о других темах дня. Более 100 школьных классов и 50 групп в детских садах в Самарской области закрыты на карантин. У РВИ в регионе уже заболели почти 2000 детей. Всего вирус подхватили 11 тысяч человек. В областной столице порог заболеваемости превышен на 16%. Врачи советуют жителям по возможности не посещать общественные места, пристально следить за гигиеной и регулярно проветривать помещения. Выше, дешевле. Теперь билеты на верхние полки в плацкартных вагонах можно купить со скидкой в 25%. Акции действуют на поезда, которые отправляются в рейс до конца апреля. Скидка не распространяется на детский тариф и при оформлении документов для групп пассажиров. За постельное белье также нужно будет оплатить полную стоимость. Разделить нельзя. Оставить. Флигель усадьбы архитектора Зеленко снова внесут в список объектов культурного наследия. Такое решение приняла коллегия при управлении охраны памятников. Здание оказалось под угрозой в 2014 году. Тогда межведомственная комиссия установила, что дом аварийный и его нужно сносить. В защиту усадьбы выступили жители и главный архитектор Самары. Золотая маска откроется самарским спектаклем. На самом престижном в России театральном фестивале постановка оперного театра «Пиковые дамы» представлена сразу в пяти номинациях. На премию «Золотая маска» претендует и спектакль Тани Тани Новокуйбышевского театра «Грань». И тоже в пяти номинациях, что для самарской театральной истории рекорд. Показы в рамках «Золотой маски» пройдут в феврале, а имена победителей станут известны в апреле. Лучших сварщиков, дворников и мусоропроводчиков определят в Самарской области. В регионе начался прием заявок на конкурс «Профессионал года» в сфере ЖКХ. Участвуют работники ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Желающие посоревноваться в профмастерстве могут подать заявки до 1 марта. Для поездок на автомобиле Лили Брик купила шапочку, перчатки и специальное платье. Она говорила, за исключением жены французского посла, я единственная женщина в Москве, которая водит машину. Фотографию этой и других модниц 20-х годов прошлого века оценила Марианна Мирная на выставке «Стильные люди» в художественном музее. Зимой длинные, темные, летом фланель или ситец в горошек. Платья российских женщин 20-30-х годов не отличались особым разнообразием, но дамы носили их с гордостью и достоинством. На фото выставке Александра Родченко снимки только тех, кто был ему близок. Узкий круг тех людей, кто, по мнению автора, имел свой стиль. Так уже редко ходят. Посмотрите, туфли на перемычках, длинная юбка до середины голени. Образ стильной женщины 20-х годов транслирует Лилия Брик. Ни одна уважающая себя дама не могла выйти на улицу без традиционного платка и шляпки. Кроме костюмов и аксессуаров есть и просто портреты. Суровый мужчина с крупными чертами лица и глубоко посаженными глазами. Никто иной, как Владимир Маяковский. А вот и сам Родченко с очень стильной, гладко выбритой головой. Двойная экспозиция, по словам экспертов, характеризует мастера. И сейчас, в 21 веке, в этих фото можно узнать какие-то вещи, присущие не только творческой элите того времени, но и простым людям, даже нашим родственникам. Вот как Варвара Степановна, как она одевается, этот платок завязанный назад, вот эта вот футболка, как бы сейчас сказали, вот с этими полосами поперечными, типа тельняшки. Ну, то есть это время, это эпоха 20-х и 30-х годов. Александр Родченко был не только фотографом, но и художником, оформителем книг. С властью был дружен, поэтому иногда мог позволить себе некую вольность в творчестве. Выставка «Стильные люди» продлится до конца марта. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Около 200 любителей зимнего спорта встали на лыжи. В областной столице прошел лыжный марафон «Соколье горы», объединивший спортсменов из Самары, Москвы, Ульяновска и других городов России и ближнего зарубежья. В погоне за спортсменами лыжи навострил и Павел Боймаков. Российские морозы для российских спортсменов не помеха. Встать на лыжи готовы в любую погоду, лишь бы снег был, секундное затишье и старт. Впереди семь спусков и семь подъемов. Один за другим лыжники штурмуют снежную трассу. Зарядиться оптимизмом, закалить тело и дух в этом году решили около 200 человек. Возраст участников от 16 до 64 лет. Женщинам предстоит пройти дистанцию в 30 километров, мужчинам в 50, длина одного круга – 10 километров. Даже профессиональные спортсмены, учитывая погодные условия, проходят это расстояние в среднем за 30 минут. Самарский лыжный марафон «Соколье горы» возродили в прошлом году, а его история началась еще в 80-х. Именно тогда спортивную карьеру начинала ныне мастер спорта международного класса, призер Кубков мира, 12-кратная чемпионка России по лыжным гонкам Ирина Складнева, в честь которой проводятся сегодняшние соревнования. Возможности человеческие очень велики. Главное проявить стойкость характера, выдержку и желание дойти до финиша. Лыжи – это специфичный вид спорта, который завивает все группы мышц. Здесь задействованы и ноги, и спина, и руки. Марафон проходит на хорошем, высоком уровне, и, соответственно, с каждым годом, я считаю, он будет набирать свои обороты. Участникам и победителям соревнований организаторы подготовили кубки, медали и подарки. Хотя самый главный приз – хорошее настроение – получили все без исключения. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Двойной аксель или хет-трик. В Самаре на одну ледовую площадку стало больше. На базе универсального спортивного комплекса «Старозагора» появился благоустроенный бесплатный каток. Играми на льду увлекалась и Марианна Мирная. Говорят, в хоккей играют настоящие мужчины, но команда разрешила и девочке постоять на воротах. Показывай, как правильно стоять. Так, встаем в стойку. Готовы? Поехали! Первый гол отбит. Удачи командам на соревнованиях. Веселыми стартами официально открывается новый ледовый каток. Вход на базу спортивного комплекса «Старозагора» свободный. Главное, чтобы хоккеисты и фигуристы друг другу не мешали. Если будут приходить какие-то хоккейные команды потренироваться, любительски поиграть, мы будем в это время стараться, чтобы любительского катания не было. И в то же время, когда будет любительское катание, постараемся, чтобы никто не находился и было как можно меньше травм. Каток на базе «Старозагора» стал 102-м в Самаре. Стандартная калда размером 40 на 60 метров появилась еще в декабре. Но перепады температуры не давали поддерживать лед в нужном состоянии. Морозы помогли, укрепили покрытие. Популярность коньков в Самаре в последнее время приобрела невиданный размах. Мы, в принципе, такие мероприятия уже организовываем. Организуем их на площади Куйбышева. Показательные выступления, мастер-классы. И жители, и те, кто пришел на площадь Куйбышева просто отдохнуть, они с удовольствием наблюдают. И после вот этих мастер-классов они уже встают сами на коньки и начинают так же кататься. Каток спортивной школы дважды в неделю заливают и очищают от снега. Ежедневно здесь занимаются физкультурой ученики ближайших школ и студенты педуниверситета. А после трех часов дня кататься могут все желающие. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Настало время новостей спорта. Все самое интересное и сжиросжигающее на этот час расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Металлург попал на чемпионат мира по футболу 2018 года. Самарские армейцы выиграли этап Кубка страны по сноуборду. ЦСКВВС прервал серию из пяти поражений подряд в высшей хоккейной лиге. ЦСКВВС наконец-то победил в высшей хоккейной лиге. До этого пять матчей самарцы только проигрывали. На этот раз удача улыбнулась со смоленским Славути, чем военные летчики забили три шайбы, пропустили две. Это первая победа в чемпионате страны под руководством нового главного тренера Сергея Сошникова. ЦСКВВС закрепился на пятом месте в ЭХЛ. Рядовые спортшколы ЦСК Самара Максим Рогозин и Богдан Богданов выиграли этап Кубка России по сноуборду. В Миасе, Челябинской область, в параллельном с Лалами они взяли золото и серебро. Бронза у хозяина трассы Владислава Хурамшина. ФИФА утвердила поля для проведения предматчевых тренировок чемпионата мира 2018. Всего их 36-3 в Самаре. Две появятся рядом с Самарой ареной, еще одна на Металлурге. Поэтому стадион ждет реконструкция. А это натуральный газон высокого качества, трибуны минимум на 500 мест, пресс-центр на 100 мест и раздевалки. Поля должны быть готовы к 1 мая 2018 года. После чемпионата мира их будут использовать футбольные клубы, детско-юношеские спортивные школы и простые любители футбола. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара ГИС в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»